Украинские студенты против коррупции и за реформы в образовании. В Киеве активисты из разных вузов уже несколько дней занимают помещение Министерства образования. Освободят его только когда придет новый министр и спецкомиссия, которая проверит все финансовые документы. Также студенты отстранили от работы и ректора Медицинского университета имени Богомольца Виталия Москаленко. Волна недовольства студенчества прокатилась во многих регионах. Репортаж Геннадия Стамбулы. Ректорат не работает до отставки ректора. Такое объявление студенты Медуниверситета приклеили на входную дверь, выставили охрану. Внутрь пускают только активистов. Вчера вечером ректору Виталию Москаленко объявили бойкот. Студенты хотели встретиться с ним, но диалога не получилось. Москаленко мирно покинул свой кабинет. Заявление об отставке писать не стал. Москаленко не может идти в отставку, потому что он пришел на ликование. Пусть Виталий Москаленко и на больничном, но студенты уже ищут ему замену, пока есть три кандидатуры на эту должность. Кандидатуры согласны на пост ректора. Еще составляют черный список преподавателей, которых студенты обвиняют в коррупции. В учебном корпусе Медуниверситета все идет по расписанию, заверяют в деканате. Преподаватели на рабочих местах. Активистов самообороны здесь нет. Ситуация в нас стабильна. У нас есть ректор, есть все керевництво, все студенты на парах. Старшие курсы, они учатся в лекарнях. Впрочем, в коридорах вуза студентов немного. В основном первокурсники. Мало, да, студентов сегодня. А это Черкасский национальный университет. Сегодня здесь студенты тоже требовали отставки ректора. Анатолий Кузьминский заметно нервничает. За профессора заступился коллектив вуза. Преподаватели пообещали сами разобраться с ректором. Вы не имеете права выголошивать то, что вы выголошуете. Поважайте, будь ласка, науковый цвет Черкащины. Меня выбирал абсолютную большинство голосов коллектив университета, полноважный. И этот коллектив имеет право высловить мне недоверность. Внимание всех украинских студентов сегодня приковано к Министерству образования. Ведомство с пятницы не работает. Активисты держат здание на замке для всех чиновников. Охраняют кабинет экс-министра Табачника. Студенты требуют провести финансовый аудит и проверить возможные факты коррупции. Первым разрешат зайти сюда только новому министру, говорят студенты. Кандидатур как минимум три главные условия. Имя главы ведомства чиновники должны согласовать с ними. Это портреты всех министров образования за годы независимости Украины. Под каждым из них характеристика, чем они отличились за время своей работы. На последнем месте большой воскресательный знак и требования студентов, каким они хотят видеть нового министра. Активисты хотят, чтобы новый министр был хорошим менеджером, имел немалый опыт и был готов реформировать систему образования. Геннадия Стамбула, Станислав Кухарчук, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер.